всем привет вещают могилевские хроники мы продолжаем цикл видеоматериалов проекта спадшина мы отправляемся в город круглое могилевской области в разные исторические периоды небольшой городок становился местом множеств событий о которых мы сегодня поговорим круглое впервые упоминается в письменных документах в 1524 году населенный пункт получил свое название связи с расположением в кругу рек друдь ситня гнилка в 9 13 века история круглянщины связана с полоцким и друдскими княжествами здесь уместно сделать краткое отступление касательно друдского княжества поскольку многие исследователи уделяют этому недостаточно внимания друдское княжество это территориально удел который формально отделился от полоцкого княжества друдское княжество образовалась после смерти в 1101 году полоцкого князя из рода рюриковичи всеслава пречеславовича и досталось одному из его сыновей территории княжества лежали в бассейнах рек днепр и березина княжество выгодно расположено и через него проходил известный торговый путь из варяг в греки в свою очередь друдск как центр княжества стал логистическим центром торгового пути сформировавшись здесь невольничий рынок притягивал купцов из византии персии и скандинавии так она просуществовала аж до 16 века эта тема отдельного видеоролика который обязательно выйдет на канале круглое возникает в 1524 году момент упадка друдского княжества документах круглое числится частно собственно джинской деревней составе аршанского повета витебского воеводства с 1621 года местечко и окрестные земли стали принадлежать великому канцлеру вкл льву сапеги 17 столетия отмечается политической нестабильностью в регионе множество войн истощают земли истребляют население и разрушают города 13-летняя война оставила свой след и в круглом 1654 году произошла одна из битв на территории круглянского района в историографии известно под названием битва под шепелевичами с началом русско-польской войны 1654 1667 годов князь алексей трубецкой в главе юго-западной группировки русских войск выступил из брянска в литву царь алексей михайлович приказал князю идти за рубеж на полские и литовские города на рославль и иные 7 июля армии трубецкого сдался рославль 22 июля штурмом был взят оказавший сопротивление мстиславль великий гетман вкл яну шардивилл не вступал в крупное боестолкновение стараясь отступить и занять более выгодные рубежи 12 августа состоялась одна из крупнейших битв под шкловом превосходящая русская армия численностью порядка 17 тысяч человек смогла вынудить отступить армию януши радивилла аж до самого головчина 24 августа армия трубецкого найдя брод перешла реку друдь и стала двигаться в направлении борисова когда армия гетмана подошла к шепелевичем село было уже занято русской армии завязался бой практически трехкратное превосходство армии трубецкого обеспечила прорыв позиции армии речи посполитой для последней это обернулось полным поражением гетман януш радивилл был ранен едва не погиб в сражении итогом битвы стало дальнейшее отступление армии речи посполитой 1655 году здесь находила ставка русского царя алексея михайловича 1750 году михаил казимир огинский вступил во владение своими вотчинами среди них были многочисленное имение на круглянщине так длилось до разделов речи посполитой круглое вошло в состав российской империи ходе первого раздела речи посполитой 1782 году круглое прибыла императрица екатерина вторая это имение она пожаловала княжне екатерине дашковой девичестве воронцовой загадочная личность которую нельзя обойти екатерина воронцова была третьей дочерью графа романа илларионовича воронцова члена сената и генерал аншефа мать происходила из богатого купеческого рода ею дядя михаил илларионович занимал должность канцлера российской империи которую впоследствии занял ее брат александр романович другой брат семён романович стал послом российской империи великобритании сестра и вовсе была фавориткой петра третьего позднее участвовала в заговоре против него феврале 1759 года екатерина романовна воронцова вышла замуж за князя михаила ивановича дашкова потомка смоленских рюриковичей и переехала с ним в москву окончательное сближение с императрицы екатерины произошло в конце 1761 года по вступлении на престол петра третьего после ее недолгого пребывания в европу возвратившись в россию указом императрицы назначена должность директора императорской академии наук и искусства санкт-петербурге причем она руководила сама участвовав во всех заседаниях именно она впервые предложила ввести новую букву йо в русский алфавит для выражения слов и выговоров в этом же году создала российскую академию для изучения русского языка и создала первый словарь русского языка больше всего из этого примечательно что екатерина дашкова будучи не из императорского рода смогла занимать высокие государственные должности 1785 году по инициативе дашковы круглое из села было приведено в разряд местечко на тот момент в круглом проживало 462 жителя и насчитывался 41 двор а также винокурный завод и полотняная фабрика на ее средства круглом было построено в 1802 году и освящена православная церковь кирилла и иоанна 1812 году 4 месяца продолжалась оккупация круглянщины французами в ноябре 1812 года в имении графа воронцова находилась главная квартира михаила кутузова 1833 году местечко круглое на аукционе в санкт-петербурге приобрел князь степан алексеевич кропоткин во второй половине девятнадцатого начале двадцатого века на территории района находились крупные помещичьи владения хозяйство которых перестраивалось на капиталистический лад открывались производства по переработке и выпуску продукции из местного сырья более широко распространены крестьянские промыслы столярная швейная сапожная бондарная гончарная кузнечное производство сукна и льняных тканей по данным 1880 года в круглом было 119 домов православная церковь народное училище еврейская школа три мельницы и три ярмарки началу двадцатого века здесь уже проживало более 1600 жителей имелся крахмальный завод два училища и располагалось двадцать две лавки во второй половине девятнадцатого столетия на круглянщины проживали еще две известные личности первый из них михаил григорьевич черняев русский военный и политический деятель с двух лет он проживал в отцовском имении тубышки круглянского района свою военную карьеру черняев начал еще во время крымской войны где хорошо проявил себя в битве под инкерманом ходе которой была предотвращена попытка подступа армии коалиции к севастополю участвовал в защите севастополя в этой компании черняев смог дослужиться до звания подполковника конце 50 начале 60-х годов девятнадцатого столетия активно участвовал в экспедициях по среднему востоку с целью дальнейшего присоединения к империи 1864 году участвовал в окорении туркистана им было взято несколько городов с боями подобравшись к ташкенту осенью 1864 года состоялась первая попытка штурма которая не увенчалась успехом 1865 году предпринята вторая попытка захвата города вновь без успеха высшее руководство отдало черняеву приказ прекратить боевые действия до особого распоряжения вопреки указанием черняев решается на дерзкое решение и в ночь на 27 июня решает штурмом взять стену города фактор внезапности сыграл ему на руку армии удалось занять стены в ходе двухдневных боев 100 тысячный ташкент принял капитуляцию руководство империи сначала назначила черня его генерал-губернатором туркестанской области затем спустя год он был снят с должности и уволен со службы пик его известности пришелся на 1875 76 года когда устремившись сербию черняев планировал совершить там государственный переворот с целью попадания славянского государства под полный контроль россии в один из моментов стал главнокомандующим сербской армии 1880-х вновь назначена должность губернатора туркестанской области а в 1884 году ушел в оставку вернувшись тубышки где прожил до самой смерти николай васильевич неврив известный русский исторический жанровый живописец который связан с круглянщины родился в 1830 году в москве в 25 лет заканчивает московское училище живописи и вояния необходимо отметить что к бытовому жанру училище и живописи вояния всегда уделялось особое внимание николай неврив будучи учащимся занимался в основном жанровой живописью но выйдя из училища он начал работать как портретист и как художник рисующий картины на исторические сюжеты ранними работами художником в основном были портреты колорит их этих произведений был не очень примечателен однако портреты отличались психологизмом и правдивостью изображения начале 1860-х годов художник познакомился с третяковым и стал частым гостем в доме мецената и коллекционера третяков заказал неврему портрет актера щепкина а в начале 1860-х годов николай неврив написал несколько портретов родственников третякова из которых особо известен портрет марии ивановны третяковой постепенно николай васильевич неврив стал одним из популярных портретистов москвы отличительной особенностью работ которой была необыкновенная глубина проникновения во внутренний мир портретируемого а позже николая неврива признали одним из лучших портретистов всей россии его портреты начали пользоваться успехом у публики их сравнивали с портретами зарянка который в те времена считался мастером портретного искусства его достижения в области портреты живописи были несомненные и общепризнанные свидетельством чему было присвоение николая васильевича невриму в 1859 году звание классного художника постепенно неврив отошел от портретной живописи и начал заниматься преимущественно темы народного быта работы в этом стиле со временем стали визитной карточку художника особую известность имела его первая картина за эту работу николай неврив был удостоен премии общества любителей художеств картина посвящена торгу о продаже крестьян в доме помещика и вскоре была приобретена третяковым для своей коллекции 70-х годов художник обращается к исторической тематике изображая в основном сцены из отечественной истории в это время появляются картины роман галицкий принимает послов папы инокентия третьего присягал же дмитрия первого польскому королю сегизмунду третьего на владение в россии католицизма николай неврив был хорошо знаком с михаилом черняевым и даже был приглашен в его довое имение тубышки эти земли настолько покорили неврива что он решил здесь обосноваться и благодаря поддержке черняева получил дом пожизненное пользование деревне лысковщина 1898 году после смерти третьякова николая невриву было предложено занять пост директора галереи мецената но он отказался сославшись на старость с годами художника все больше и больше удручала болезнь последние годы жизни провел уединенно в своем умении лысковщина могилевской губернии страдает нервного расстройства он практически не работал испытывал глубокую внутреннюю неудовлетворенность порождающие у него симптомы нервного расстройства на 74 году жизни 1904 году от отчаяния он застрелился в своем доме как и черняев николай неврив похоронен на круглянской земле 1919 году круглое вошло состав бсср к 1925 году круглым насчитывалось 1344 жителя и 250 домов 1935 году село стало районным центром а в 1938 году вошло в состав могилевской области круглая пострадала во времена великой отечественной войны в селе окрестностях погибло около 3000 мирных жителей многие постройки были разрушены в районе кругло на протяжении всей войны действовали партизанские отряды а в самом круглом подполье с помощью партизан соединения 13 под командованием героя советского союза гришина и подпольщиков бойцов оперативной группы управления контрразведки смерж запорожцы капитана государственной безопасности селюка весной 1944 года сумели наладить контакт с начальником круглянской тюрьмы куликовым и убедить его искупить вину перед родиной сотрудничество с ними куликов несколько месяцев помогал партизанам спасая от гибели заключенных и подпольщиков а также мирных граждан а при подходе советских войск сам разагитировал несколько человек из охраны и с помощью их и партизан спас всех заключенных от уничтожения вопреки полученному ему немцами приказов наибольшее социально-экономическое развитие район получил после восстановления в 1966 году социально-культурного быта укреплялась материально-техническая база колхозов и совхозов большая работа была проведена и по строительству сети дорог с твердым покрытием в этом же году создана межколхозная строительная организация ныне это пмк 266 которая добилась внушительных экономических результатов еще не так давно это было предприятие гигантом знаменитые земляки вообще особая гордость для горожан прямое отношение к этому району имеет и известный артист режиссер и телеведущий пяти километрах от города находится агрогородок старая рача где родилась и провела свою юность родная бабушка сергея бодрова а сам он будучи школьником неоднократно приезжал сюда из москвы на летние каникулы и настолько прикипел сердцем в белорусской деревушке что спустя годы когда уже стал известным прославил ее в одном из сюжетов культовой в 1990-е годы передачи взгляд сергей тогда специально приехал в рачу вместе со съемочной группы и сделал теплый светлый фильм о земляках я сюда ездил на лето когда маленький был вот в этом доме самая родня родилась а там речка друть шведы переправлялись 1708 году а уж то здесь сейчас я даже не знаю я здесь не был 15 лет дом где проходили летние школьные каникулы бодрова и сегодня существует но там живут уже совсем другие люди 2022 году в агрогородке установили памятный знак честь сергея бодрова камень с памятной табличкой 27 декабря ему бы могло исполниться 52 года с большого валуна смотрит на деревню красивое молодое лицо с искренней улыбкой рядом трогательные слова про любимую рачу камень находится как раз возле трассы соединяющую могилевскую и витебскую области сегодня круглое это административный центр круглянского района расположен на реке друдь 52 километрах от могилева и 19 километрах от железнодорожной станции толочин линии орша минск население райцентра чуть более 7000 человек мой выпуск подходит к концу пишите в комментариях бывали ли вы в круглом и какие города и населенные пункты посоветовали бы посетить в этом году это не последнее видео поэтому до новых встреч но где она этой силы трудно сказать я думаю внутри человека